Всем здравствуйте! Сегодня 1 апреля 24 года. Надеюсь, что у меня возможности с вами общаться будет больше, потому что малышка уже сама ходит и сама может играть. Что сказать? Ну, на сейчас в Харькове такая ситуация. Вроде бы всё работает. Людей предостаточно. Вот говорю, что мало людей, мне говорят врёшь. Вчера показала улицы, где в центре вообще нет пешеходов. Все сказали, где люди. Ну, в центральной части города реально людей очень мало. Кто-то находится в торговых центрах, кто-то в кафе. Ну, и в выходной день в центре люди, понятное дело, пытаются как-то ограничить перемещение. По поводу кабов, которые на нас сейчас пускают. Здесь двоякое у многих мнение. С одной стороны, вот у нас соседи говорят, что те кабы, которые пускают, у них меньше мощность, чем ракет. Кто-то говорит обратное. Кто-то говорит о захвате, да, опять Харькова. Кто-то наоборот, что нет такой возможности. Ну, понятно, люди, что напрягаются и запасной вариант придумывают. Может, моя шапка, ладно, я сейчас подниму, чтобы ведёт. Лично я уже давно собираю забрать зимние вещи, какие-то тёплые вещи, отправить при крови, чтобы там было. Так как у неё спокойно, не дай бог, отсюда бежать придётся с одной сумкой. Или, не дай бог, что-то попадёт в квартиру, то хотя бы там будут какие-то вещи. Кто-то мне говорит о том, что я могла переехать к маме. Да, у мамы на районе намного спокойнее. Они не слышат большинство взрывов, которые слышим мы, потому что мы приближённо к центральной части города. Но у мамы восьмой этаж, то есть риски тоже огромные, не дай бог, что. Что вам ещё сказать? Последнее время снимаешь видео, показываешь, что да, всё хорошо, город живёт, что ты живёшь. Мне даже вчера общалась одна девочка, и она говорит, ну блин, ну у тебя вообще жизнь, типа в шоколаде, никаких проблем. Ну и бомбят иногда, ну далеко от тебя, и плюс ночью ты не слышишь и так далее. О, гудит. Ну вот к гуделкам таким я не привыкла, вот честно, не привыкла до сих пор. Всё равно я сразу лезу, читаю, если что-то летит, то предпочитаю куда-то зайти. Не знаю, вам звук передаёт, не передаёт, ну вот такая гуделка. На нервную систему она действует, ну на мою, по крайней мере, так точно. При этом, для справедливости отмечут, мы вчера гуляли, мы заходили на три детских площадки. На детскую площадку одну, вот на ту, которую гуляем, в одном жилом комплексе новом. Захотели на детскую площадку в другом жилом комплексе, и заходили на крупную такую центральную район, на детскую площадку. Вставай, Анюта, везде были дети, везде были маленькие детки, были груднички, вчера с мамой познакомились. Люди повозвращались осенью 23-го, осенью 22-го повозвращались. И это контингент, то есть это не контингент, который, знаете, принято считать, что у них нет вообще возможности куда-то выехать, что нет средств. Здесь нет контингент как раз такой платежеспособный, по крайней мере, на тот момент, да и на сейчас, судя по внешнему виду людей. Просто у кого работа здесь, у многих дома, у многих родственники, плюс люди выезжали. Вот мы два раза эвакуировались, опять третий раз выезжать, но вопрос, куда, сколько это стоит, будет экономическая ситуация. Но давайте будем реалистами, не очень располагает к тому, чтобы где-то найти работу. Плюс по поводу работы, да, если ты мама с ребенком, то нужен детский сад, чтобы работал, чтобы тебя где-то взяли. Ну а для мужчин работа через военкомат, ну а поход в военкомат равно идти на фронт. И вот замкнутая ситуация. Вот вчера я смотрела в некоторых регионах квартиры, плюс-минус 10 тысяч. Это Тернополь, Черновцы смотрела, Ровенская область, плюс коммуналка. То есть даже теоретически, если мы поедем втроем, заберем бабушку, все переселенческие взять, 2-2, 2-6, плюс 3-9. То есть хватит этого на аренду квартиры, на коммунальные этого не хватит. То есть в априори надо двоим идти работать, ребенка сдавать в ясли. Но я говорю, я готова пойти, но это надо двоим работать, потому что один ВВ не вытянет это все. И это же маленький ребенок, он может болеть, он может все что угодно. Вот поэтому Харьков так и живет. Все работают, все работают. Многие с маленькими детьми, много беременных, много рожают. У нас знакомые приехали на последних сроках рожать в Харьков специально, люди на верхних этажах. И вот такая ситуация. Все надеются, ну честно, вот какие-то вот такие положительные эмоции, что это все пронесется вихрем сквозь Харьков. И все это окончится в ближайшее время, но на данный момент у меня нет. Для хорошего вам настроения Анны Викторовны, которая меняет наряды. Раньше мама меняла наряды, а теперь Аня в новой курточке и шапочке ходит, ходит. Пошла, пошла, пошла. И в завершение сегодняшнего видео у меня просьба к подписчикам. Ну вдруг, вдруг среди подписчиков есть СММщики или люди, которые могут порекомендовать хорошие курсы по СММ. Вот именно толковые, чтобы реально давали информацию мне бы по СММ, по продвижению в Инстаграм, по ведению блога и так далее. Потому что понимаю перспектива трудовозврата в институт минимальна. И не факт, что вообще университеты в ближайшее время не закроются, их часть какая-то. Поэтому, пожалуйста, откликнитесь, чтобы это были проверенные компании. И чтобы было интересно, была практика. Потому что в свое время я долго ходила на курсы HTML и SQL в хорошей вроде бы компании. В Харькове это было еще, не знаю, когда я на четвертом курсе была. Но вот мне не зашло, мне тогда не понравилось. Хотя для своей работы потом я подчеркнула некоторую информацию. Так вот, пожалуйста, пожалуйста. Я думаю, что перспективы это может дать или источник дополнительного заработка, или возможность работы онлайн. Всем спасибо. Виктор Владимирович, передавай привет. Здравствуйте. Виктор Владимирович сегодня спал. Мы ему дали поспать, да? Спасибо. Продолжение темы. Немного ситуации. Вот сейчас гуляли на детской площадке. Были прилеты, были взрывы. Ну, я схватила малышку и прошла к подъезду на Воструе. Там хорошо есть такой парапетик и бетонное ограждение. То есть теоретически можно за него спрятаться. За кого ты спрячешься? Там вот такой тоненький... Нет, ну понятно, что если в него прилетит, ну хотя бы от осколков, если где-то близко. Понятно. Ну, постояли, мы пишут, для города угроза миновала. Идем. Мы идем с ребенком, вон с детьми идут. Там, по факту, хотя тревога еще отрывая.